ДАК ПЕЙ ПЕЙ, ДИКЕЙ ПЕЙ, ГЕЙ Очки в копилку под проценты, будто деньги Что-то ты знаешь, босс, Динамо, как гос На сто процентов плент, как из ТВС, ОС Ответ на вопрос, да, более так прост ДИКЕЙ КОСМОС, полный дом звёзд Ответ на вопрос, да, более так прост ДИКЕЙ КОСМОС, полный дом звёзд ТО НУМЕРОДИ, ТО НУМЕРОДИ ТО НЕПОБЕДИВЫЙ НА ВЕКА НАВЕКА ТО НУМЕРОДИ, ТО НУМЕРОДИ, ТО НЕПОБЕДИВЫЙ НА ВЕКА И только знамя, наши знамя, наши пьетку Только топи, топи, только на победку И вот только зила воли, наши крета Навсегда, навсегда, навсегда И навсегда идут цвета по футу В Москве, как белый голубой гормон внутри, на тренали ДИНАМОКУС, ДИНАМОКУС ЗНАЙ, ЗНАЙ, НАШИ, ЗНАЙ, ЗНАЙ, НАШИ ЗНАЙ, ЗНАЙ, НАШИ ДИНАМОКУС, ДИНАМОКУС ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, Арики Агумбавале продолжает метать трешки, что не может не нравиться курскому болельщику. Конечно, конечно, потому что, еще раз напомню, что спустя, можно сказать, год курский болельщик вернулся на трибуны. И, конечно, многих игроков, таких как Арики Агумбавале, он еще пока в игре не видел. Кость, чего уж тут греха таить, ты вообще команду курский болельщик не видел живьем ни разу еще нынешнего. Именно на площадке на курском болельщике. Да, я имею в виду, да, живьем, чтобы сидеть и смотреть в зале. Да, это те, кто выезжали на матчи в Москву. Дос Сантос остался один на один с кольцом, а игрок это, мне кажется, был Жаслиной Майги. Жаслина Майга должна была. А вот тут завозилась с мячом Арики Агумбавале, так, разводит руками. Наверное, вот тут у нас Жаслина Майга как раз игрок, который не удержал Куарису Дос Сантос. Вот сейчас очередная атака будет из МИТа, и мы посмотрим, как на этот раз Жаслина сыграет против Куарисы Дос Сантос. Напомню, что Куарису Дос Сантос игрок сборной Бразилии, а Жаслина Майга игрок сборной России. Какая быстрая и стремительная атака в исполнении Юлии Козик. Тут отметим еще и передачу Евы Лизы, которая грамотно и своевременно отдала мяч. Ну да, это, конечно, шикарно, то, что когда центровая и может раздавать такие шикарные пасы, это, конечно, плюсом идет. Эрка Виллер, передача на Юванович. Как говорится, передача нам. Ну и, если не ошибаюсь, это уже вторая передача в твою сторону. Мне кажется, что команда из МИТ тебя за свое принимает, потому что ты сидишь в белой толстовке. И работаю над шестым игроком. Юлия Козик отдает мяч на Алекс Бентли. Александр Бентли на Лизы. Лизы далеко играет от кольца. Ну, мы знаем, что Ева Лизы такой разносторонне развитый игрок и может и бросать трешку. А тут Юлия Козик приносит своей команде два очка. Вот мы видим проход. Обыгрывает она Пайлар. И плюс еще будет пробивать бонусный штрафной бросок. Александр Бентли. Тем временем шаг за шагом плюс 10 Динамо уже выигрывает. И это самая крупная разница. Так и есть. Заврал. Плюс 11 выигрывает Динамо. Ну, уже да. Уже плюс 11. Совершенно верно. 43-32. А у нас идет вторая половина встречи. С мячом Эрика Виллер. Заслона помогла Карицыно Сантос. Константин, обратите внимание, что если смотреть, ну, была бы в такой статистике владение мячом, то у Измита больше всех мяч в руках держит Эрика Виллер. Заметил, что вся игра строится через нее в последнее время. Ну, это не мудрено, потому что она основной разыграющей. И я еще в самом начале репортажа говорю, что это игрок WB. Это игрок, который принимал в матчах всех звезд. И мне кажется, неважно, где бы Эрика Виллер, в какой команде бы играла, она бы и держала бы этот мяч. То есть, будь то это Динамо Курск, будь то там УГМК, там, не знаю, она везде будет ведущим игроком. Ну, а здесь продолжает по три очка выбивать Алекс Бентли. И, кстати, вот, как тоже мы говорили с тобой в перерыве, шикарная процент реализации, показывает Александр Бентли. Вот в первой половине встречи у нее 100% реализации трех очковых бросков. И она так и продолжает все это делать. Вот, и 50% реализации бросков из двухочковой зоны. Ну, и два из двух штрафных у нее. 46-32. Быстрая такая стремительная атака в исполнении Измита. Эмиртыкин, капитан команды, приносит два очка. 46-34. Впереди Динамо Курск. И еще раз напомню, что только победа позволит Динамо Курск выйти в одну четвертую финала. Не так давно Курск участвует в Евролиге. Начиная сезон 14-15 только. Ну, и напомню, что за все эти сезоны только команда, можно сказать, в прошлом сезоне не смогла выйти в плей-офф. Но там тоже вмешалась пандемия. Да, а сейчас ничего не мешает Алекс Бентли увеличивать свой лицовой счет и увеличивать преимущество Динамо. 17 набранных очков. И мне даже... Я даже не буду заглядывать в статистику. Алекс Андрей Бентли показывает свой лучший результат в Евролиге. И еще, как говорится, не вечер. Да, здесь не точно, но... Лариса Дос-Сантос поборолась против Ева Лизик. А Ева Лизик очень хорошо защищалась. Недовольна. Более того, да, Лариса Дос-Сантос персональное замечание получает. Гориб выходит на площадку. Ипек Гориб у команды из МИД. В первой половине Ипек не выходила. И вот сейчас... И Ольга Фролкина появляется на паркете вместо Юлии Козь. А вот у Козьков два игрока не появлялись пока. Это Олеся Сафонова и Женя Фролкина. Кискин на ваших экранах была только что. Вот зрители могут обратить внимание, что у турецких игроков на футболках написаны не фамилии, а имена. Какая атака в исполнении Раисы Мусина могла получиться на кольцо. В Раисе на данный момент всего лишь, подчеркиваю, восемь набранных очков. А почему всего лишь? Потому что в последние игры... Ну, приучила, да, что гораздо больше Раиса набирает. Абсолютно верно. С мячом Пайларк работает. Долго она завозила с мячом, и поэтому пришлось ей такой... Делать неподготовленную атаку Александрея Бентли. На арике тут бывали. Лисис помогла ей за слоном передачи. Ну и Константин, небольшой спойлер, Гюч Лющин снова появится на площадке, высоченная. Ну, она, мне кажется, даст отдохнуть Кларисе Дос Сантос. У Дос Сантос... А, Пайларк тем временем набирает пятый фоу. Это игрок, который вышел с стартовой пятерки, игрок в 2001 года рождения. Немножко... Пайларк не собладала с нервами. Ну, понятно, в 19 лет, и матч Евролиги, и не против кого, а Курского Динамо. Напомню, что Динамо Курска была победителем Евролиги 2017 года. Ну и все красиво. У Пайлар 5 очков, 5 фоллов. Почему нет? Ну, да, мы решили так у нас закончить матч. У которой наполнился индейская гражданство. А Ольга Фролкина 2 из 2 выбивает штрафный. 50-34, плюс 16 Динамо уже, видят. С мячом у нас Кишкин была. Вот сейчас Думан работает на периметре, против нее защищаются. Арки ломбовали. Дальний бросок. И на подборе хорошо сыграла Ева Лизик. Спину поставила на Дос Сантос и спокойно мяч забрала. А здесь трехочковое попадание от Ольги Фролкина. Ольга Фролкина у нас любит класть в такие дальние броски. 53-34. И уже, я могу сказать, попахивает разгромом. Просто, судя по предыдущему матчу из МИТа в Оренбурге, гораздо раньше его все ждали. Ничего, тут греха таит. Абсолютно верно. Потому что, да, если первая четверть, мы даже и с тобой в репортаже уже это обсуждали, если первая четверть в Оренбурге прошла в такой, ну, можно сказать, равной борьбе, то уже вторая, третья четверть, это уже там был полностью вынос игроки. Елизавета Шапанова появляется на площадке. Она в первой половине сыграла уже по четырех минут. Но у нее 100% реализовался двухочковый бросок. То есть, да, на счету два очка, но пока два из двух. А тут Ольга... Чуть-чуть не докрутила. Да, Ольга Фрока, он такой полуклюк в исполнении был. И не дошел мяч до цели. Два среди номера Кишкина работает с мячом. В краске против нее Архио Гумба Вален защищается на ногах. Думан. Против Думан Бентли. А время на атаку тает у Лизмита. Заслон от Кларисы Дос-Сантос. Но тут уже, конечно, молодец Раиса Амусина. Как она хорошо сыграла на ногах против Кларисы Дос-Сантос. И напомню, что и Раиса Амусина игрок сборной России, и Клариса Дос-Сантос игрок сборной Бразилии. Хорошая была передача. Вернее, задумка была хорошая. На Элизавету Шабанову играл Алекс Бентли. А тут задумка от Элен Шакировой. Двойная, причем. Появляется на площадке Козик и Буровая. Покидает Александре Бентли и Архио Агун Баваля. Ну что ж, Константин, констатирую. Не пятерка, а мечта. Русская вся. Абсолютно верно, да. Я вот честно, вот впервые только в этом сезоне, ну не только я, абсолютно все болельщики или кто следит внимательно за Курским Динамо, мы видели впервые пять игроков с российским паспортом. Да, хоть многие тренера не любят, там говорят, что у них нет разделения на легионеров или на русских, но все равно очень приятно, когда именно наши игроки, и вот мы сейчас все видим, это потенциальные игроки сборной России. Ну опять же, этот вечный философский вопрос болельщики, что надо играть своими, доморощенными, ну согласитесь, такое же есть, есть. Понятно, что и без легионеров тоже сильно не обойдешься, но... Нет, ну я вот, например, надеюсь, Сибирь, что когда-нибудь выйдет пятерка воспитанников шор Динамо. Ну это вообще было бы сказочно. В Евролике, да. Ну тут хорошо Лиза Шабанова отзащищалась, вот, и помогла организовать атаку Динамо Куст. Не точно, но Козик внимательно играет на подборе, продолжается атака бело-голубых. Буровая показала какую-то комбинацию, но я так понимаю, что продолжение она не увидела. Бросать нужно, потому что время заканчивается не точно, тут бы подобрать, но некому. Ну, Гискин подбирает мяч. Да, бросала Раиса Мусина. 23 номер с мячом, вот, который нападает. Отличный блокшот. Очередной от Раисы Мусины. И вот Раиса Мусина рвется под кольцо, и фол в нападение. Я не усмотрел, кому это. Раисе Мусины. Наткнулась она на... Сейчас посмотрим на кого. Именно на Думан. Да. Ну, я бы не сказал, что Думан зафиксировал ноги, и я немножко спор на такой эпизодик. Ну да, но судим виднее, поэтому 53-34 решили сохранить хоть какую-то интриг. А играть 1 минуту 40 секунд. В третьей четверти. Анна Буровая получает фол. Ну, не так много нарушений, хочу отметить. В третьей четверти. У Клутка всего лишь третья, а четыре нарушения у команды из МИД. А счет 53-34. Дос Сантос. Работает свечо-портнюю Ева Лизик, защищается. Кискин. Ну, как там сказали, Кишкин. Будем звать ее давай Айсу, чтобы не путаться. Да, как написано. Да, как написано у нее на спине. Абсолютно верно. Думан. Почти как Альсу, но не Альсу Айсу. Ох, а тут так изобразила Думан то, что... Отомстила сейчас Думан. Ну вот второй раз фокус от Думан не вышел. И все-таки и выписали. Хоу. Кстати, это первое нарушение восьмого номера трес-команды. И это уже пробивной хоу. Юлия Козик присоединяется к Раисе Мусиной, у которой восемь очков. Восемь очков также у Ольги Фролкиной. Второе у Бима в исполнении Юлии Козик. А напомню, лучший снайпер у команды Динамо Акурска это Александрей Бентли, на счету которой 17 очков. И 11 очков у Арки Агумбаваля. Юлия Козик. Тайсу как раз получает пол. Не успела на вторую ногу зафиксировать. И врезалась, конечно же, в ней Юлия Козик. Она как локомотив набегала. Замену производит Оху. Гарриф покидает площадку. И Куариса до Сантос покинули. А вышли Юванович и, по-моему, Мертыкин, капитан команды. А вот Юлия Козик попробует резать два из двух. Штрафнул броску. Что Юля и делает. Кстати, вот Юлия Козик и Ольга Фроукина. Если брать, еще раз, игроков с российскими паспортами, это лучшие игроки в составе Курского динамо в Евролиге. А вот тут уже... А тут у нас это высокорослое... И даже рост не помог Ковстантин сейчас. Хотя это были ее очки. Потому что, обладая ростом 2 метра 5 сантиметров, игрок должен просто... Ева Лизик приносит... Точнее, набирает свои первые очки в этом матче. Отметим, что Динамо 12-0. Сделала вот такой рывок. И еще, наверное, будет еще время на атаку. Ну вот, шикарная была вторая четверть. И не менее шикарную проводят игроки Динамо Курск. Третью четверть. Зачем? Только непонятно. Сейчас Буровая выкинула мяч. Еще играть оставалось секунд 15. Видимо, никто не подсказал. Это свойственно, а не Буровой. Потому что мы знаем, что вроде она играет собранно, но порой в ней что-то просыпается. И делает она вот такие вот штуки. 58-34. Осталось играть 10 минут. Ну, возможно, больше, если будет овертайм. Но пока не пахнет, скажем так. Ну, это уж какие-то такие фантазии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который вот так-то выступает на позиции тяжелого форварда. Сейчас на площадке ее нет. Вот она сейчас началась. Вот Шапанова. Хорошо, от Думана отвечал. С отскоком от Ольги Фролкиной подобрал мяч. И хотя вот против Думана она защищалась тоже. Это была, как бы, мне кажется, ошибка на размене. Но Лизе это плюс. Аркелом Бавале работает на периметре. Против ее Иванович была. Ну, а вот тут уже как-то Оля Фролкина. Ну и давай, наша любимая, да, кто сегодня не участвовал в игре, это Олеся Сафонова и Евгения Фролкина. Как считаешь, шанс появиться будет? Я уверен, что да, потому что плюс 24, если уж при таком счете Лен Рафаил не будет давать шансов... Нет, ну другой вопрос, если только у игроков какие-то повреждения возможные, да? А, ну тогда да. Но про Олеся Сафонову я скажу, что повреждений никаких нет. Почему? Потому что мы ее видели в матче со Ставрополем, и которая направила, ну, довольно-таки неплохо, да, пусть там было 5 полуфей. Ну, может лучше, скажем так. Да, именно, кстати, подмечу, что именно 6 очков, которые она была из-за дуги, 2 дальних попадания, внесли весомый вклад в победу, в трудную победу команды Момертаща в Суперлигии 1. Так и было, но возвращаемся мы в Евролигу. Да, пока все так же, 58 Айсу, и Ева Лизык нарушает правила, это четвертый у нее фол будет. Да, вот Кишкин прорвалась под кольцо, а вот у Ева Лизык к двум очкам приписываются 4 нарушения. Вот, может, пока Кишкин готовится пробивать шарфные броски и готовится набирать первые, вот, да, это первое очко, которое Кишкин смогла набрать в этом матче. Вот, мы посмотрим, может, кто-то там на дабл-дабл смог-то играть. Нет, пока самый близкий игрок, кто сможет на работе на дабл-дабл, это Раиса Мусина, на счету которой 8 очков и 6 подборов. А вот у команды из МИД... Дос Сантос. А, Дос Сантос... Претендент. Нет, Дос Сантос уже оформил дабл-дабл. Тем более. Вот, пока я нахвалил Дос Сантос, у которого 15 очков и 10 подборов. Пришло время похвалить Аликс Былькин. Да, который уже является лучшим снайпером Динамо-Круск. 19 очков у Александрии. И несомненно, это лучший матч у Александрии в Евролиге. Из-за боковой Холкина. Александрия Бентли работает с мячом. Так, не спеша перешла на половину поля соперника. Не прессингует. Турецкие игроки. Александрия Бентли на периметре. В краску инсталл входить. Просок. Шикарно проводит игру сегодня Александрия Бентли. По-моему, у него все, что можно, любой бросок достигает цели. 64% реализации с игрой у Александрии на данный момент. И 21 набранный очко. Тут в защите. Хорошо себя пробил. Фолкин наброс на Мусину. Мусина переграл руками пешки. Два очка засчитаны. И еще будет поздно своей штрафа. Ну вот, как я говорил, что Рейса Мусина близка к дабл-даблу. 10 набранных очков у нее уже есть. И остается ей только 4 подбора. Замену производит Фириат Окул. Главный тренер из МИТа покинул площадку Иванович. А появилась Клариса Дос-Сантос. Укуска сейчас на площадке Арки Гунбавали. Ольга Фроукина. Впереди это Шабанова и Раиса Мусина. И 20 номер Александрия Бентли. В 3 маленьких и в 2 больших играет Ленша Кирва. Стефания Мавунга у нас готовится вступить в игру. Да, было у нее в первой половине 4 с половиной минуты. И она получила время. Но как-то она это время использовала, можно сказать, в никуда. Всего лишь ни одного набранного очка. Два подбора на ее счету и показатель плюс-минус минус 4. Вот сейчас Стефания Мавунга проснется и попробует, как говорится, реабилитироваться. Александрия Бентли. 20 номер с мячом. Передача на Шабанова. Шабанова решается на дальний бросок. И точно. Лиза Шабанова редко стреляет из-за дуги, но метко. Мишкин на Дос Сантос. Дос Сантос входит в краску. Против Дос Сантос защищается Раиса Мусина. Она так сказала, так красиво выразилась. Обозначив свое неудачное, неудачную защиту. По тем временем Лиза Шабанова вместе с Раисой Мусин отправляются отдохнуть. А Стефани Мавунга и Жаслина Майга на паркете. Ну, я тебе скажу так, что получается, что сейчас Шакирова играет без центровых. Ну, начнем с того, что у... А, прошу прощения, я думал, что Глючу ушла. Нет, вот Измит играет с одной ярко выраженность, с второй. Дос Сантос на позиции четвертого номера. Второй бросок где-то точный. 68-39. Плюс 29. Впереди команда Динамо. Оля Форкина. Передача на Арке. Гутбавале. Арке готовится идти в проход, но хорошо на ногах. Защищалась Эмирке. А вот и Мавунга. Услышала она тебя. И треечка набрала. Мои флюиды и эмоции передались Стефани. 71-39 уже плюс 32 впереди Квуск. Наброс на... И снова не точно, кстати. Да, вот... Кишу категорически не везет сегодня. Ну, Кишу она очень тяжелая. О, цирковой трюк сейчас с Агумбавале исполнила. Да, в сравнении Арке. О, сейчас даже было видно на повторе. Вот, смотрим. И игрок даже... Это Эмирт Кен, капитан команды, разводит руками. Почему не фоу? Я же фалила. Вот на повторе это видно было. Все-таки не выдержал Феррата Ку. Главный тренер Ки Смита. И будет сейчас своим игрокам... Зачем, попытается достучаться за своих игроков. Потому что... Еще напомню, минус 40 в Оренбурге. И сейчас что-то наподобие происходит. Ну да, в Оренбурге было 40 очков набранных. Здесь 39. Но еще и играют еще много. Да, 5 минут 38 секунд. Еще играют четвертые четверти. Ну и я не скажу, не только четвертые четверти. Но и в матче. Но я думаю, что пока время есть, можно немножко по турнирным раскладам. Как мы уже говорили, что уже пара четвертфиналистов известны. И остается только в нашей группе, в группе А, еще неизвестен участник четвертфинала. Ну, наверное, уже известен. Да, да. Правильно. Все ты подмечаешь. Чего уж тут уже сидеть и кровать. Да, совершенно верно. Участник четвертфинала с нашей группой уже известен. Хоть играть в чемпионат. Это Авенида. Ну, и Динамо Курс. Да. Потому что я не думаю, что за 5 минут 38 секунд что-то произойдет такое кардинальное. Вот. И напомню, участников четвертфинала. Это Авенида. С Жироной будут играть два испанских клуба между собой. Кстати, будет такое турецкое дерби. Между собой это Финербакшеп против Голосарая. Шапрон сыграет против Леона. Вот. И будет российское дерби. В общем, из четырех пар три дерби получается. Совершенно верно. Испанское, турецкое и российское дерби. Агумбовали не щадит никого. Забивая этой бонусной штрафной. 74-39. А для ракеты 14 набранное очко в этом матче. Она второй снайпер. В команде Динамо. А на первом месте все так же Александрия Бентли. Которая все так же находится на площадке. И имеет возможность увеличить разницу в счете. Думан. Передача на Гишлу. Гишлу нашла ногу. И будет 14 секунд на атаку у команды из мид. Думан Найсу выиграет. Заслоном Гишлу помогла своему, своей партнерской команде. Бентли защищается. Заслон от Сантос. Сантос в краске. Пикенрол такой. Ну, очень хорошо сейчас разыграли. Да, пикенролчик разыграли из мид. И до Сантоса осталась одна. Осталась одна. И набрала в своей команде два очка. 74-41. Остается меньше пяти минут в этом матче играть. Была попытка дальнего... Точнее, дальний бросок был воспаление Ольги Фролкиной. Но мяч цели не достиг. Тишкин против Александри Бентли. Напомню, Санна Бентли помогла сборной Беларуси выйти в Евробаскет. Ох, как хорошо защищалась. Прочитал вот комбинацию Мавунга. И вот такая стремительная атака на Бентли. Бентли не пожать чего, а давать мяч Жаселине. И Жаселина Майга набирает свои первые очки в Евролиге. Поздравляем. Ну, я имею в виду в составе Динамо и в этом матче. Так-так, конечно, у нее есть очки и за надежду, и в матчах в хабах, когда играли. Тишкин против Майги. Жаселина. Вот тут и защищалась хорошо. И время на атаку... Раиса Мусина. Раиса Мусина. Одна денешенька карауливал мяч под кольцом. Ну, это как в дворовом футболе, когда там, знаешь, есть такие ленивые нападающие, встают возле чужих ворот и ждут передачи. Зато, как правило, они бомбардиры всегда. Очень по-много забивают. Подставил ногу, гол забил, как говорится. Да, и вот Раиса Мусина. Сейчас третий снайпер в составе Динамо. Майга не вове в этот мяч. Остается играть 3 минуты 20 секунд. Счет 78-41. Впереди Динамо, Курск. Замену сделали Шакирова, Анна Бурова и, по-моему, Евгения Фролкина. Ну, я, может, немножко даже пока разница в счете позволяет. Я продолжу рассуждения по поводу счетов финалов. Они пройдут 17 и 19 марта этого года. Ну, конечно, если ничего не помешает. Будем надеяться, что уже ничего не должно помешать. Вот. И по данным разведки, чек-финал будет проходить все так же в хабах. То есть нет такого, нет вероятности того, что команда будет играть... По схеме выезд в Дон. Выезд в Дон, совершенно верно. Можно сказать, ну, не феерила, но сыграла неплохой матч в Суперлиге 1. И вот из Суперлиги 1 сразу в Евролигу. Вот это спортивный лифт, так называемый, кстати. Шикарнейший, да, лифт. Дай бог каждому такой лифт. Алла Буровая нарушает правила. А у нас получается... А, ну мы упустили с тобой, что Женя Порукина на площадке. А, я говорил, что она вышла. Это значит, я упустил. Ты увлекся, увлекся. Поэтому все 12 игроков, которые были в заявке, сегодня поучаствовали в игре. И я напомню, что Женя Порукина кандидат в сборную России 3 на 3. Кандидат на поездку на Олимпиаду, подчеркиваю. Ну, опять же, если Олимпиада состоится. Да, потому что слухи доходят весьма-весьма нехорошие. И противоречивые. Да. Олеся Сафонова. Пятый номер, сейчас ничего работает. Средний бросок, не точно. Ну, конечно, очень хочется Олесе набрать очки в Евролиге. Да, если я ошибаюсь, у Олеси пока в Евролиге... Ноль номерных очков. И как раз у нас полторы минуты. И мне кажется, что Олеса Сафонова... Вот Кристо Сантос набирает 22 очко. Она лучший снайпер как в команде из МИД, так и в составе Динамо... Ну, я имею в виду, если игроков из Динамо Курска, там 21 очко у Бентли. Сафонова на Боровую, Боровую на Майгу. Майга передача Губов. Дальнее попадание. Это уже получается 11 дальнее попадание у Курска. Шикарно сегодня отработал периметр у подопечных Элены Рафаэловны. Я надеюсь, что такой же потенциал они сохранят и в будущем. Потому что сейчас наступает пора решающих матчей. Да, напомню, что в премьер-лиде, по-моему, два матча еще осталось в регулярке. Три. 21-го мы играем в Устин. Потом 28-го мы играем в СМБА. И... А, у ГМК. Да, конечно. Да, 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 три матча. Все верно. Анна Боровая, три очка, еще 12 трешек получается, Константин. Да. Ну, просто... Да, периметр просто шикарно отработал сегодня. Выше всяких похвал. Ну, и что хочу заметить. Да, плюс 40 не хватает всего лишь одного очка. 84-45. Вот Денис Денисов призывает уже болельщиков вставать. Нам, нам низ подручно будет. Которик за Дос Санцес получает мяч. Так, и холл, мне кажется, кому-то из... Из динамок. И Дос Санцес пробьет сейчас штрафный. Ну, и плюс 40 увидим или не увидим. Ну, это получается, сейчас говорится, что Санцес лучшему снайперу в составе Измита. Надо хотя бы один промахнуться. Что она и делает. А вот Куску... Я не обратил внимания, Элена Шакирова планирует брать тайм-аут или нет? Да и не знаю даже, Константин. Я просто не увидел этот провороний момент. Нет, мы видим, что не стало Элена Шакирова планирует тайм-аут. Ну, здесь доигрывать будет Динамо. Ну, а наборовая с улыбкой на лице, вот, только что у меня пробежала, и видно, что... Так, не спеша. Ну, надеюсь, Олеся Сафонова наберет очки в этом матче или... Мне кажется, кого вводить, то это Олеся Сафонова на бросок, я считаю. Вот его вводят. Так, это третий фолл из Митвы. Нет, это из-за боковой. Да, это не прыгной фолл. И три секунды. Как говорится, дайте бросить Олесе. Совершенно верно, да. Да, и Олесе мы знаем, а ему из трех очков может бросить, из двух очков из зоны. Трибуны тоже призывают, что Сафоновой нужно дать забить. Не дали, ну и ладно. 84-46 побеждает Курская Динамо и выходит в четвертьфинал Евролиги. Да, если играет команда с УГМК, 17-19 будут проходить эти матчи, где неизвестно, но мы будем вас держать обязательно в курсе. Победы Динамо, благодарим болельщиков, спасибо, что смотрели, слушали, болели. Играйте, любите баскетбол, всего доброго. Всем пока. Еще увидимся. Это триумфальное возвращение на родной паркет болельщиков. Динамо! Динамо! Играйте большие球. Стоять. Ингредиа. Продолжение следует... 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 Динамо — это мы... Знает Европа, знает Россия, что мы чемпионы и что полны силы мы. Нас не сломите, не победите, Динамо — дрим, где всегда на шаг впереди. Соперникам всем ты в жару поддай, за маму Россию, за наш Курский край. Пусть каждый узнает, как мы играем. Динамо любого легко раскатает. Эй, эй, белоголубые, мощь и сила! Нас никому не остановить! Мы не окраина, ею не будем! Здесь наши люди! Курская, Динамо — это мы! Эй, эй, белоголубые, мощь и сила! Нас никому не остановить! Мы не окраина, ею не будем! Здесь наши люди! Курская, Динамо — это мы! Я курянин, горд и не скрывай, это на шее шарф. Бело-голубого цвета, болею за Динамо, как и весь мой город. И каждый знает, что для гордости есть повод. Мы не окраина, знает... Клариса Досантос, игрок из МИТа. Клариса, что не получилось? Что не было натурализовано по вашей команде? Я не понимаю, что ты говоришь. Вы можете повторить, пожалуйста? Да, да, да. Что случилось, что было неправо, и что вы потеряли на вашей команде? Я думаю, что когда мы начали в игру, все пытались сделать самое лучшее. И у нас есть какие-то ошибки, но это, как... Это... Это, как вы обычно можете узнать в игру, в том числе, что вы можете узнать в игру и вниз. Но в играх такие, что есть сильные игры, вы можете узнать какие-то ошибки, но если это случилось, то мы можем вернуться. Так что задача — это попробовать узнать, понимать, что происходит, и попробовать решить в игру на следующий игру, который мы сможем иметь в доме. Она говорит, что они, когда начали, старались сделать самое лучшее, так как это сильный соперник, и игра в любом случае была тяжелая, то что-то у них не получилось. Они пытались что-то исправить, но и в защите, и в нападении, и в подборах, и в атаках. Но, тем не менее, каждый имеет право на ошибку, что-то пошло не так, и для них это сейчас хорошее время исправить эти ошибки для следующих игр. Измит — дебютант Евролиги, но первый раз играет в Евролиге. Понравился турнир, не понравился? Измит — это первый год в Евролиге. Так что, вы любите эту лигу? В твоей лиге? Да, это хорошо для команды, потому что мы работаем очень трудно, чтобы быть в Евролиге. Мы были сложные игры, какие-то сложные моменты, как в карте, мы не потеряли каких-то игроков, но мы в чемпионате, чтобы сделать свое-борошее. И я думаю, что вы узнаете много из этой лиги, потому что это более сильная лига в Европе. Поэтому мы рады, чтобы участвовать. Но цель — это продолжать работать, чтобы попробовать в следующем году. Она говорит, что, конечно, лига достаточно сильная, и для них это большие возможности, потому что они какие-то свои уроки выносят для чемпионата, в котором они участвуют. Они сейчас сконцентрированы на нем, чтобы взять самые лучшие и показать наилучший результат как у себя в лиге, так и в следующем году в Евролиге. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.